Создание официальных аккаунтов в сети интернет различных уровней краевой и городской администрации уже добрая традиция. В этих пабликах забайкальцы могут наблюдать за ходом работ чиновников, просить помощи в решении проблем, а также задавать свои вопросы. Так должны выглядеть нормальные официальные страницы государственных служащих. Помимо этого и глава региона, и сити-менеджер Читы пошли еще дальше и создали личные официальные аккаунты в Инстаграм. Там же оба провели прямые эфиры, чтобы лично выслушать проблемы, волнующие их подписчиков. И сейчас более подробно остановимся на общении между руководителем администрации города и теми, кто читает его посты о проделанной работе. Коротко из последнего – это уборка снега с заледеневших улиц Читы. Показуха полная, только что там проезжал, видел спецтехнику и как ее снимали. Просто сделали съемку и разъехалась на базу ваша техника. Судя по ответу Александра Сапожникова, он просит своих подписчиков не писать ему негативные комментарии. А еще лучше самим прийти и попробовать поработать в администрации или заняться уборкой улиц. Такой ответ вызвал у читателей, мягко говоря, недоумение. Кто-то в шутку предложил свою кандидатуру, кто-то удивился просьбе не писать в адрес сети менеджера. А некоторые сделали вывод, что читинцам нужно самостоятельно выйти на улицы города и очистить дороги от наледей. Молодой человек, приходите к нам работать или к нашим работникам подойдите, скажите, что они показухой занимаются. Перестаньте мне тогда писать, если вам что-то не нравится. Я так понимаю, жителям города надо организовываться и самим решать проблему гололеда. Как когда-то жители КСК сами засыпали ямы на дорогах общего пользования. Как добровольцы возят врачей на вызовы и привозят им обеды в стационары. А вы будете получать хорошую зарплату, пилить бюджет, выписывать себе премии, летать на персональных самолетах и отправлять своих детей на учебу в столицу за бюджетные деньги. Даже, дорогие начальники. С появлением чиновников в социальных сетях Российский институт развития интернета подготовил обучающую программу для новоиспеченных пользователей. Она предусматривает грамотное и правильное выстраивание отношений с обществом. Использование таких ресурсов необходимо руководителям органов государственного управления для организации диалога с людьми и получения живой обратной связи. Но выстраивать правильные отношения получается пока не у всех. Доказывает это и отправленное в адрес редакции телеканала видео, на котором Читинец катается по улицам города, комментируя состояние дорог. Автолюбитель выложил ролик в инстаграм, отметив под своим постом официальный аккаунт администрации города Читы, чтобы его вопрос был рассмотрен в ближайшее время. Реакции никакой не поступило. На личные сообщения ему тоже никто не ответил. Как рассказывает автолюбитель, аккаунт администрации Читы заблокировал его как пользователя, лишив возможности писать личные сообщения и отмечать страницу в своих комментариях. Вы в своем уме? По городу ездить невозможно и не видно никакой техники. В смысле не писать вам? А как еще до вас достучаться? В постах администрации нашей Читинской я увидел комментарий о том, что все дороги чистят, а все хорошо. Я выехал на дорогу в район Киевчагер и решил снять историю о том, что не чистится, нет машин вообще. Около совсем прошло после снегопада 2-3 дня. После чего выложил историю, отметил в комментариях к администрации официальный паблик. Я их указал в комментариях, что она полная была. То, что они видели, это точно было. Но ответа никакого нет. После чего я зашел со второго своего аккаунта, подписался также на паблик администрации, оставил все эти комментарии и на том аккаунте тоже пошел в банк. Они реально вопросы этими аккаунтами не решают, а только создают видимость своей работы. В городской администрации опровергли информацию о блокировке неугодных подписчиков. Введением крупного аккаунта занимаются, как правило, СММ-специалисты, и со слов представителей официального аккаунта администрации Читы, в их черном списке нет ни одного подписчика, и на вопросы они стараются ответить в рабочем порядке. А тем временем пользователь так и остается заблокированным, не имея возможности выстроить диалог с чиновниками, что, собственно, и предусматривает создание подобных страниц, пабликов и аккаунтов. На фоне вышесказанного у многих подписчиков складывается впечатление, что живой диалог между чиновниками и обществом превращается в самолюбование в социальных сетях, где большинство постов имеют только хорошие новости, а проблемные вопросы горожан, видимо, как всегда будут рассматривать в рабочем порядке. Виктор Соловьев, ЗАП-ТВ